В филиале Мурманского арктического университета в Кировске при поддержке Кировского филиала акционерного общества «Апатит» состоялся третий межрегиональный конкурс профессионального мастерства по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». За победу в нем боролись студенты колледжей и техникумов не только из регионов России, но также Казахстана и Белоруссии. Будущим горным технологам, помимо демонстрации приобретенных за годы учебы знаний, пришлось также проявить полет фантазии и попытаться заглянуть в будущее. Больше подробностей в нашем следующем сюжете. В просторной аудитории преподаватели филиала МАУ в городе Кировске и специалисты Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Членов жюри от большинства конкурсантов отделяют сотни и тысячи километров. Но расстояние не помеха, ведь конкурс профмастерства проходит дистанционно. Впервые в таком онлайн-формате он состоялся еще во время пандемии коронавируса. И с тех пор количество участников растет из года в год. «У нас каждый год, уже на протяжении третьего года, становится стабильным проведением вот этой вот Олимпиады. Где студенты принимают участие и состязаются в таких дисциплинах, как горное дело, шахтостроение, охрана труда, ведение взрывных работ, оказание первой медицинской помощи». В этом году в конкурсе Олимпиаде принимают участие 14 студентов. География обширная. Мурманская, Белгородская и Кемеровская области, Башкортостан и соседние государства – Казахстан и Беларусь. Участники демонстрируют знания иностранного языка, техники безопасности при ведении горных работ и даже навыки оказания первой медицинской помощи. Ответы конкурсанты присылают по электронной почте. После проверки эксперты выставляют баллы. «Рука должна лежать на столе. Бинты, повязка наложены неправильно. Но вот тут три балла». Среди конкурсантов есть и студенты филиала МАУ в городе Кировске. Третьекурсники Роман Голоднов и Артем Козлов не пользовались никакими преимуществами. Будущие разработчики подземных месторождений участвовали вне основного конкурса. Право представлять терем в Олимпиаде для каждого из них – большая честь и ответственность. «Нам предложили поучаствовать, и для этого был проведен отборочный конкурс из двух этапов. Первый – это теоретический тест по специальности и профильный английский тоже тест. И по результатам выбирали уже на сам конкурс». «Задание было такое, что нужно было предложить технологии космических разработок, то есть разработка месторождения поляскопаемого в космосе». Инженерная часть конкурса потребовала от студентов полета фантазии. Они представили свое видение месторождений Солнечной системы, межпланетарные транспортировки, работы в невесомости, добычу полезных ископаемых на астероидах. Попробовали рассчитать также возможные риски и перспективы освоения космоса. Некоторые проекты были настолько продуманы, что у жюри даже не оставалось вопросов к их авторам. По итогам Олимпиады первое место разделили студенты двух техникумов Кемеровской области. А филиал МАУ в Кировске готовится принять новый межрегиональный конкурс. За право называться лучшими здесь поборются будущие обогатители полезных ископаемых.